Прямо сейчас. Павел Латушка сейчас с нами на связи. Это заместитель главы Объединенного Переходного Кабинета Беларуси. Здравствуйте, Павел. Рады вас видеть. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. В конце вас, конечно же, спросим и в том числе и про Керченский мост, который поделился на два моста, как мы уже знаем. Может, назовут один крымский, другой Керченский. Но давайте начнем с главной новости по Беларуси. Есть информация о том, что зэков уже на территории Республики Беларусь вербуют в ЧВК Вагнер. То есть России оказалось мало. Напомню, что там до полумиллиона зэков официально находятся. Скажите, это для того делается, чтобы Лукашенко не мог уже петлять дальше и действительно прямое участие в этой войне принять и даже личным контингентом уже не скрывая? Или действительно у них такие проблемы просто с мобилизацией, что надо хоть в Беларуси искать? Да, да, но только уточните, я прошу прощения, что эта информация от организации ГУЛАГу нет. И вот Владимиру Осечкину в руки попал ряд документов, которые указывают на то, что вот есть эта вербовка среди зэков. Да, мы видели также в паблике эту информацию. К сожалению, наши источники, я не могу сказать, что подтверждают или опровергают эту информацию. Не значит, что этого не имеет места быть. Но действительно Лукашенко фактически открыл все двери для подобных действий и ЧВК «Вагнер», и другим структурам. Во-первых, еще раньше была информация весной о том, что фактически КГБ Беларуси дало возможность через военкоматы осуществлять вербовку военнослужащих Республики Беларусь, в том числе военнообязанных, которые уже завершили службу в армии для ЧВК «Вагнера», которые, к сожалению, определенное количество им удалось набрать, не такое большое. Но вместе с тем беларусы есть в этих структурах. С другой стороны, мы понимаем, что есть такая частная компания «Гардсервис». Это аналог ЧВК «Вагнера». «Гардсервис» была создана в 2019 году указом Лукашенко. Она была создана под задачей КГБ для того, чтобы создать частную военизированную структуру. Не знаю, готовилось ли это к украинским событиям, или это была другая цель, но вместе с тем они имеют право носить оружие, они имеют право на применение оружия, то бишь аналог ЧВК «Вагнер». И это «Гардсервис» является и партнером ЧВК «Вагнера» по вербовке и подготовке военнослужащих для участия в войне в Украине. Также у нас есть информация о том, что на базе спецподразделения «Альфа» недалеко от Минска также осуществляется подготовка россиян для сил специальных операций, для спецподразделений военных Российской Федерации, которых просто переподготавливают, переучивают уже под другие задачи. Так что и здесь, в этом ряду, наверное, логично и может иметь место эта история, о которой вы вспоминаете, вербовки военнослужащих. То есть задействуются все возможные направления, ресурсы человеческие для тех задач, которые необходимо решить Путину. То есть это такие втягивания в войну, это то, о чем Лукашенко постоянно говорит, нет, мы нет, это не я, а все же, видать, на него давит Кремль. Ну смотрите, он пытается же в данной, даже при реализации данного подхода продемонстрировать, что регулярные вооруженные силы, призывники белорусские на сегодняшний день не направляются по земле в Украину. То есть он как бы Путину предоставляет все иные возможные способы поддержки, но не переходит, как в его понимании, в голове вот эту грань. Мы участвуем, как он сказал на этой неделе, в специальной военной операции, то бишь войне. Он дает признательные показания для будущего международного трибунала по военным преступлениям. Но с другой стороны добавляет, ну мы же не убиваем, мы ничего подобного не делаем. Но я уже говорил о том, что это как убийца, который использует нож, убивая жертву, но кто-то же этот нож ему наточил, кто этот нож подносит. Так что Лукашенко соучастник преступления. И здесь перейдет он эту грань, не перейдет. Я думаю, для всех нас четко и понятно. Он преступник из-за преступления, совершенные в отношении как белорусского народа, как было сказано в вашем репортаже, так и в отношении украинского народа. Он должен понести наказание. Да, да, в этом сомнений нет. И вот вы сказали, что как раз не только по земле, но еще и с помощью неба белорусского Лукашенко де-факто участвует в войне против Украины. Недавно были обстрелы в Киевской области. Город Белая Церковь был подвержен обстрелам из дронов Камикадзе, по предварительной информации. И сообщает региональное управление сил террабороны Запад о том, что как раз Россия могла предоставить иранские дроны Камикадзе в Беларусь для ударов по западным областям Украины. В том числе речь идет о 20 дронах Камикадзе Шахид-136 и пунктах управления к ним. Далее в этом списке соучастников, как объект размещения, аэродром Лунинец обозначается в Беларуси. Расскажите, пожалуйста, что вы об этом слышали, знаете, что ваши источники говорят о том, что дроны Камикадзе могут теперь с Беларуси в Украину долетать? Да, к сожалению, в какой-то степени мы можем подтвердить эту информацию. Еще в прошлую пятницу наши инсайды начали сообщать о том, что якобы в Беларусь прибыла партия дронов иранских, производилась их разгрузка на территории Беларуси в оцеплении вооруженных сил Российской Федерации. Туда не подпустили военных белорусских. И кто и что привезли, мы не знали. Мы могли предполагать только, что это возможно дроны. В последующем, видите, ваша разведка начала подтверждать эту информацию. Так что, скорее всего, действительно такая партия дронов могла прибыть в Беларусь. Сегодня также белорусский Гаюн говорил о том, что Ан-126, если не ошибаюсь, приземлился ночью в Мочолищах. Также произошла разгрузка. Возможно ли, что там доставили партию дронов? Это еще необходимо будет проверить. Но вместе с тем, я думаю, угроза применения этого оружия с территории Беларуси, она абсолютно реальная, она достаточно высокая. Так что, к сожалению, если Лукашенко пойдет на этот сценарий, но он еще и еще раз, конечно, закапывает себя в эту историю ответственности, соучастия в убийствах украинцев, мирных жителей. Да и не только, не важно, просто убийства украинцев с его участием. Павел, если говорить про конкретный сценарий, есть одна из версий, что для того, чтобы перерезать логистические маршруты, например, поставок западного вооружения, со стороны Беларуси в Украину может зайти пехота, а для того, чтобы разрезать трассу по маршруту Коваль-Луцк в сторону Львова, именно как раз для того, чтобы начать контролировать границу с Польшей и со странами Прибалтики. Скажите, пожалуйста, вот какая может быть задача выполнена, если Лукашенко решится все-таки со стороны Беларуси опять пустить сухопутные войска? Ну, во-первых, давайте посмотрим на эту проблему, может быть, немножко шире и, к сожалению, может быть, более критично. То, что вчера Лукашенко на дне рождения, в прессе российской, на дне рождения Путина сказал, защищена ли наша западная граница. Отвечая на вопрос российского журналиста, он сказал, что сложный вопрос, мы же видим со стороны Польши идет концентрация или возможная проработка размещения ядерного оружия на территории Польши. Мы свое решение приняли, но еще будем обсуждать. Но вот это вот слово «бы приняли решение», опять же, мы знаем, что он говорил после встречи в Завидово с Путиным еще летом, в последующем он также подтверждал возможность размещения ядерного оружия на территории Беларуси, может означать следующее. Если в Беларусь попадает ядерное оружие, понятно, под контролем Российской Федерации, если в Беларусь входит достаточно большая группировка вооруженных сил Российской Федерации, то тогда фактически под ядерным зонтиком может быть осуществлена наступательная операция как на Волынском направлении, я понимаю это в сторону Львова, если я не ошибаюсь, поправьте меня, так и на направлении Киева. И фактически, получая ядерное оружие на территории Беларуси, Лукашенко будет считать, что он прикрывает безопасность территории Беларуси от возможных превентивных ракетных ударов со стороны Украины, о чем заявил секретарь Совета Безопасности Алексей Данилов, о чем говорил советник офиса президента Алексей Арестович, о том, что мы не будем ждать следующей бучи, наступления на Киев, мы будем наносить превентивные удары. То есть, понимаете, стратегически они могли бы, или возможно у них это есть в планах, разыграть такой сценарий. То, что в стратегическом планировании, которое уже дал поручение осуществлять Лукашенко, еще даже находясь в Сочи, генштабу Беларуси, рассматривается этот сценарий, да, наши инсайдеры об этом говорят. Я думаю, что здесь две цели. Создание информационного давления, показать угрозу максимальную Украине со стороны Севера. С другой стороны, второй этап этого сценария, это нельзя исключать, и возможность вхождения, ну, именно российских вооруженных сил с территории Беларуси, при каком-то участии сил специальных операций Беларуси. Но в этом планировании Лукашенко постоянно отстаивает тезис, что белорусы будут вторым эшелоном, белорусы будут обеспечивать тыловое обеспечение, ну, говоря о военнослужащих, потому что он очень боится направить военных белорусских на территорию Украины. Эту угрозу он до сих пор видит для себя лично, с точки зрения ответной реакции белорусского населения, в случае, если белорусские военные пойдут на территорию Украины. Павел, да, получается, давайте еще такую ситуацию обсудим. Если все же Беларусь втягивается в эту войну, то тогда уже такие слова, как специальная военная операция, они перестают быть актуальными. И мы можем уже говорить о том, что происходит война, в которой принимает участие несколько государств. То есть, по сути дела, это, ну, может, будет называться третья мировая. А как на это отреагируют страны, которые граничат с Белоруссией? Страны Балтии, Польша. Ведь тогда совершенно другой сценарий может развернуться на этом поле боя. Ну, конечно, Лукашенко уже втянут в эту войну. Давайте будем говорить четко. Использование всей военной инфраструктуры и предоставление территории с точки зрения международного права – это акт агрессии. Поэтому режим Лукашенко втянул нашу страну в этот акт агрессии. Вопрос о том, как далеко он дальше пойдет. Пока он делает все, что хочет Путин. Он осуществляет подготовку как внутреннюю, так и с точки зрения поддержки возможного вхождения внешнего вооруженных сил России на территорию Беларуси в большом количестве вновь. Мы видим, что проводятся предварительные мероприятия к мобилизации. Он об этом говорит вслух, и наши инсайды это подтверждают. Речь может идти о срочных сборах, а не о мобилизации. Он говорит об ошибках мобилизации в России. Он говорит о том, что каждого нужно научить стрелять, носить оружие. Вчера министр обороны Хренин заявляет вообще о 500 тысячах военнообязанных, которые они могут поставить под ружье. Конечно же, он блефует. Это нереально ни с точки зрения организационной, ни финансовой, ни материальной, ни мотивационной. Но вместе с тем все это как бы вписывается в общий сценарий поддержки Путина. Если по земле белорусская армия входит, если вновь российская армия входит на территорию Украины, да, какая будет реакция Запада? Ну, здесь, конечно, сложно мне прогнозировать. Я не думаю, что на сегодняшний день НАТО готово все-таки вписываться в эту историю с точки зрения вооруженных сил. Я думаю, что нам нужно сегодня использовать все возможные рычаги давления на режим Лукашенко, пока еще эти 3% есть. Во-первых, показать ему все последствия лично политические для него, если хотите физические, если он дает согласие вновь на вхождение российской группировки, крупной на территорию Белоруссии. Украина сделала ему эти четкие сигналы на примере моста в Крыме. То есть она сказала, что будет превентивно наносить удары. Почему молчит НАТО? Не знаю, возможно, они где-то конфиденциально доводят ему какую-то позицию, но я очень сомневаюсь, почему молчит Вашингтон, Лондон, Брюссель и не рассказывает историю о том, что произойдет с Лукашенко, если он опять позволит допустить агрессию с территории Белоруссии российскими вооруженными силами. Я думаю, эти 3% нужно использовать, потому что все остальные уже варианты, они будут критичны. Я думаю, критичны и для Украины, критичны для белорусского народа и критичны, в принципе, и для Запада. Это все обострит ситуацию значительно. Кстати, да, мы говорим постоянно о том, что Лукашенко боится потерять власть, он постоянно показывает себя хозяйственником, мощный кулак, крепкий, трактор дарит, зерном распоряжается, советы дает. А скажите, он на самом деле правит еще, не иначе, как правит в Белоруссии, или это всего лишь марионеточная фигура, которая давно уже управляется из Кремля? У меня нет никаких сомнений, что это марионетка. Подтверждением тому являются даже слова, которые вы произнесли, ваш коллега в эфире, о заходе в воздушное пространство бомбардировщиков ТУ-22М, которые, я убежден, бесконтрольно от Лукашенко могут входить, влетать на территорию, на воздушное пространство с территории Российской Федерации, носить ракетные удары по Украине. Символично, что это произошло, когда Лукашенко был в Санкт-Петербурге летом, когда он пытался метаться. Символично, что это произошло, ну символизм, конечно, очень негативный, произошло перед его поездкой в Москву поздравление Путину. То есть он все время получает очень четкие сигналы из Москвы, кто реально управляет армией. Сейчас наши инсайды говорят, что в ходе этой встречи в Министерстве обороны, которая состоялась три дня тому назад с участием всех генералов, Лукашенко даже выдвигал тезис о возможности создания единой армии, союзной армии. Заметьте, что и Российская Федерация употребляет эту терминологию. Когда она говорила о включении в состав России оккупированных территорий, они говорили, что они войдут в состав союзного государства. Когда они отступали от Лимана, они говорили, отступили союзные войска. Лукашенко приезжает в Минск после Сочи, собирает военных и говорит им об возможности создания союзной армии. То есть все это показывает, что его влияние на вооруженные силы Беларуси, оно минимизировано. Генералы там сидят абсолютно пророссийские. Возглавляет это Вольфович небезызвестный уже, я думаю, всем и украинским зрителям, секретарь Совета безопасности, уроженец Калуги. Поэтому Хренин точно так же выполняет приказы Шойгу. Он звонил до 24 февраля Резникову. И после 24 февраля он звонил Резнику по поручению Шойгу. Так что здесь самостоятельность уже близка к нулю. Что касательно экономики. Экономика завязана тоже на российский ресурс. Мы видим, что сейчас Лукашенко пытается остановить цены, потому что произойдет сейчас девальвация российского рубля. Рост где-то прогнозируют экономисты до 25%. За этим пойдет российский рубль. Пойдут цены. Он боится внутренних проблем внутри страны. То есть он завязан уже по всем направлениям. Он утратил во многих сферах контроль над государством. Будем смотреть за этой борьбой сигналов. Все-таки кто Лукашенко убедит лучше? Запад, Украина или же Кремль? Это действительно очень важный вопрос. Будем надеяться, что при помощи вашего участия будем в нем разбираться. Огромное вам спасибо, Павел Латушка. Я хотел бы еще, может быть, сказать, что, конечно, паблики взорвала информация про мост. Конечно, белорусы действительно восхищены и, скажем так, мотивированы этими новостями с сегодняшнего утра. Все только эту тему и обсуждают. Ну и прекрасно. Спасибо вам. Вам огромное спасибо. Павел Латушка, заместитель главы Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, был на канале Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok